Здравствуйте, товарищи! Добрый день, поздравляю вас с началом зачета в Красном университете Ленинградского интернет-телевидения и фонда Рабочая Академия. Хочу сказать прежде всего несколько слов о том, какое значение имеют зачеты и экзамены. Тот, кто не сдает зачеты и экзамены, а как бы сидит просто и все слушает, может и не записываться в Красный университет, он же у нас не секретные, как известно, лекции и семинарские занятия не секретные, можно сидеть, смотреть. Ну, видимо, так устроен человек. Если ему не надо, так сказать, как-то подтверждать обратную связь в голове, это плохо задерживается. Не сказать, что не совсем. Поэтому есть такое понятие – вольнослушатели. Они были и в царское время, и в советское время. В советское время никто есть, никаких пропусков не было. К нам в университет, где мы работали с Александром Сергеевичем, Санкт-Петербургский государственный, а на самом деле Ленинградский государственный университет. Можно было на любую лекцию прийти, аккуратненько, прийти, зайти, и сесть в уголочке, и сидеть, и слушать. Ну, чем, скажем, тому, кто читает лекцию, это может помешать? Если кто-нибудь там шумит, его, там людей много, так сказать, встанут и выведут. Так что проблем-то не было никаких. Ну, теперь паспорт, предъявляйте электронные, делаются пропуска, нет у вас пропуска, говорили, а не пройдете, и так далее. Вот мы можем пройти там на другой только факультет, только приложив этот пропуск. Этот пропуск каждый раз, каждый год, как будто мы заново рождаемся, чтобы подтверждается этот самый пропуск, опять, значит, надо ввести в соответствующую службу учета кадров и так далее. Короче говоря, как будто мы боимся, что кто-то вот бесплатно узнает, потому что платное же стало обучение. Не все, но многое платное. А раз платное, вот вы хотите бесплатно послушать, а вы заплатите денег, чтобы-то, да, и приходите, слушайте. Ну, у нас такой проблемы нет в Красном Университете, никогда не будет. У нас образование бесплатное, поэтому тот, кто хочет воспользоваться бесплатным образованием, он должен пользоваться им хорошим образованием. То есть он должен понять, что без проверки того, как усвоен материал, причем без проверки с оценкой соответствующих специалистов этой области, вот, а мы таких специалистов собрали очень хороших, это вот не очень эффективная учеба. И вот есть люди, которые он уходит и читает, и кругами гуляет около этого всего дела, ни к науке не подключается, ни к практике какой-то деятельности общественно полезной. В общем, это получается трата времени впустую. Вот, так что наши товарищи, которые дают зачеты, которые оформляются в Красный Университет, мы же никаких препятствий не ставим, правильно? Если вы, допустим, в этом году не закончили, ну, идите в следующем году, так сказать, закончите, мы никуда не спешим. Я думаю, к революции вы успеете, потому что без вас ее не сделают. Поэтому, кто не кончил первый год, ну, второй, третий, мало ли, мы же знаем, что сейчас есть сверхурочные работы, есть увольнения, есть такие места, где просто очень тяжело работать и трудно это совмещать. Но если задача поставлена, что нужно делать ее? Решать. И вот я хочу сказать, это подтверждали ответы на зачет, который нам приятно было читать с Александром Сергеевичем, мы уже обменялись мнениями, приятные, ему даже хотелось больше почитать. Вот я-то обрадовался, что теперь мне надо меньше читать, а он говорит, нет, так интересно, лучше бы побольше написали. Но не надо слишком-то много, но не больше страницы. А некоторые, так сказать, тут сэкономили так, что две строчки напишут, ну, в общем, правильно, тем не менее. Я пока вот проверял, проверял, не встретил ни одной, практически ни одной неправильности, кроме одной, вот один товарищ написал, что надо захватить власть буржуазную. Так он хочет буржуазную власть захватить, и что будет? То же самое, что... То же самое и будет, только он будет сидеть, а не тех буржуев прогнать, и самому стать буржуев. Так свою надо власть установить, власть рабочего класса, или, которая была бы социалистической, да, или захватить власть. Поэтому, ну, в книжках-то, вот так сказать, люди неквалифицированные, они так и пишут, что вот революция, захват власти. Он имел в виду захватить власть, посадить ее в Петропавловскую крепость, чтобы она сидела, а в это время самим создать власть Совета. Это не власть, которую уже захватили вы. Если вы ее захватили, она уже не власть. Но и посадили ее в Петропавловку, и создаете Советы. Ну, вот те, кто Петропавловскую отправляли, те не захватывали власть, а строили свою советскую. Они захватывали буржуазную власть. Буржуазная власть нам не нужна, чтобы ее захватывать. Ее надо... Ее надо устранить. Ее надо не просто устранить, сломать, сломать, разбить, сломать, разбить, а не захватить. Так прямо и написано у Маркса. Сложкирку взять и отволочь тюрьму. Выгнать этих. Или поставить перед ними, как Ленин делал перед каждым членом Временного правительства, вопрос. Так, берете честное слово, даете, что не будете бороться против советской власти? Слово запросто. Выпуск? Нет, выпускаем. А до этого их держали. Ну, когда матрос Железняк арестовал Временное правительство, их отправили. Всех отправили. Петропавловскую крепость. Там недалеко, пешочком можно пройти и проехать недалеко. А вот все члены Временного правительства почему-то сказали, что даем слово. И самое интересное, что все сдержали. Вот есть сейчас литература. Не все. Не все. Все сдержали. И вот есть литература о том, прямо история, биография этих лучших членов Временного правительства, они вообще на той или иной хозяйственной и прочей работе работали, работали нормально. То есть они какими-то активными деятелями против советской власти не выступали. Ну, если не взять только одну фигуру, которая непосредственно к Временному правительству не относилась, это Краснов. Да. Но он не был членом Временного правительства. А Краснов тоже пообещал заодно, что он тоже не будет бороться против советской власти и, соответственно, санкаркома. Но как только его отпустили, он поехал на Дон, стал создавать белую гвардию, ну и, так сказать, активно участвовал все время в борьбе против советской России. Но в 44-м году англичане, наши союзники, тогдашние... А? Нет, еще во время войны... В 45-м. В 45-м? Да. А, по-моему, в 44-м. В 44-м мы только подошли к... Не знаю. Может быть, в 45-м это не судило. Одним словом, наши дорогие союзники поймали его. Поскольку они были союзники, ему ни к чему этот был, Краснов, и его передали нашим войскам. А наши войска тут же его повесили с формулировкой такой... За что? А? За сотрудничество с фашистами. За то... Не, не за сотрудничество с фашистами. За невыполнение слова офицера. Не выдержал слово офицера. Он же дал слово Ленину. За это вежать. То есть за слово... Да, да. Такое вот за... Так и другие-то все соблюдали, а он не соблюдал. Ну, такой факт. То есть вам не нравится. Вам не нравится. За слово. Ну, надо укреплять слово офицера. Не важно, какой офицер. Он именно сотрудничал с фашистами. Не разменивать. Так он... В этом и состояло его нарушение слова офицера. Он сотрудничал с фашистами против советской власти. Так. Так вот, товарищи, после этого предисловия, которое сводится к тому, что мы в целом довольны тем, как товарищи занимаются в Красном Университете и тем, что они поняли, что надо готовиться, что надо самим заниматься, что если только слушать, что говорят там, так сказать, на лекциях и не пытаться это воспроизвести, пусть будет все-то получается, что-то не получается, не усвоишь. Потому что а таких людей найти не очень просто, которые будут слушать, как вы усвоили, проверять. В данном случае мы здесь выполняем такую функцию обратной связи с Александром Сергеевичем, как и другие наши товарищи. и в этом будет функция экзамена. Сейчас у нас предварительно, мы только на этом настраиваем. А экзамен будут спрашивать и надо развернуть то, что вы считаете и вы усвоили и проверить, усвоили или нет. это очень хорошо. Так, а теперь вы против движения по солнцу, нет? Нет. Тогда с вас и начнем. Так, называйте, можно в седе, называйте фамилию, имя. Успеньев Игорь Андреевич. Так, Успеньев? Да. Хорошая была, мне нравится. Игорь Андреевич успел. А вот сейчас увидим. Мой вопрос, что такое политика? Что такое политика? Да, слово. Да. Политика неразрывно связана с классовой борьбой. Классовая борьба охватывает собой разные аспекты, имеет разные моменты. Это идеологические, экономические, идеологические, террористические. Когда классовая борьба связана когда борьба классов связана с борьбой за воевание политической власти и удержание политической власти это является политической борьбой. у вас какой-то круг получается логический когда она связана с политикой она политическая это понятно а если без слова политическая второе что государственная власть а вот если сказать что она связана с завоеванием государственной власти и все почему политическая зачем туда вставить слово политическая и куда ему не место политическая у вас тогда когда эта борьба связана с завоеванием можно сказать представлять себя политиком политическая это и значит государственная поэтому масло масло нельзя определять политику через политику иначе получается политика это политика это не государство по-гречески полис борьба связанная с завоеванием государственной власти это политическая борьба или борьба просто не связанная вообще за завоевание государственной и удержание это ясное дело а то возьмут и сразу отдадут. Тем более так и произошло в Советском Союзе в конечном итоге. Взяли власть, потом пришли люди, так сказать, плохо подготовленные в том числе. Плохо очень подготовленные. Если вы возьмете период после Сталина, это же просто безграмотные руководители в отношении марксизма и ленизма. Полностью безграмотные. Они не знают, что такое диктатура, не знают, что такое государство, говорили о каком-то народном государстве. Придумали вместо руководящего рабочего класса при Брежневе ведущую роль. Вон ведущее колесо в телеге сзади, а за рулем сидит другой. И так далее. Этот самый Андропов, который вроде как пытался что-то говорить по противоречию, мы не знаем то общество, в котором мы живем, а чего вы тут сидите тогда? Не знают то общество, в котором они живут. Но если они не знают, они не могут понять, оно вперед идет, назад разрушается или созидается. Он-то точно не знал. Он высшее образование получил, когда уже был главным коговистом. Ну вот, так что вот такая штука. Так. Продолжить. Продолжить. Наречие теоретической борьбы, идеологической борьбы, это предпосылка к политической борьбе. Содержание политической борьбы состоит в том, чтобы осуществлять экономические интересы соответствующего класса. Ну и само... Так какой соответствующий класс, если коммунистический? Ну, значит, экономические интересы рабочего класса. Ну, так вы, это самое, коммунизм выводите из интересов класса или класс выводите из коммунизма? Что первичное, что вторичное? Классовое общество. А, без классового общества. Что, первичное? Первичное, первичное. Ну, какое, ну, как алкоголь. Ни с чего выводится из интересов класса, политические вопросы выводятся, или из политических вопросов интересы класса? Вы материалист или идеалист? Хотелось бы быть материалистом. Хотелось бы нам тоже, чтобы вы были материалистом. Ну, так будьте... Так что материальные... Интересы класса материальные или они... Материальные, прежде всего. А политические взгляды, позиции? Тоже материальные. А, да, и где... Мы сейчас... Экономические интересы. Высыпайте свои идеи сюда, если они материальные. Ага. Мы тут их посчитаем. Известим. Ну, как это так? Это такое. Допустимо это с политической точки зрения смешивать идеи и материю? Не допустимо. С политической точки зрения. И не только, может, допустимо. Да, так вы углубили себя. Причем не вопрос углубили. Себя углубили. Теперь надо вас оттуда вытаскивать. И что еще хотите сказать в оправдании? Ну, политику. Сказать, что политика это борьба классов. Так. За завоевание, удержание. И? И осуществление. Государственной власти. Государственной власти. Ну, вот если бы у нас был экзамен, вы бы получили точно не больше трех. Или тридцать двумя минусами. Ну, а поскольку зачет этот зачет, дескать, мы вас видели, слышали, стремления у вас положительные, исправить это можно поправимо, но предупреждаем, что смешивать материю и сознание недопустимо. Вы можете осознавать материю, материальные положения или материальные интересы могут двигать в сторону те мысли туда или сюда. Но это все-таки разные понятия. И это очень важно. Так, ну что, зачет? Зачет. Либеральный Александр Сергеевич. Он мог бы сказать, ни за что. И все тогда. Я ничего не могу сделать. Не зачет, а зачтено. Пишите. Форма контроля зачет, а оценка зачтена. У вас там ведомость. Можете писать. Зачет, но я не возражаю. У нас кто в руках ручку держит, то того и власть. А это у меня такой разговор. Ручка рождает власть. Да. Ручка в Красном университете вы преподаватель, рождает власть. А какой вопрос у двоих? А если у вас разногласия? У нас не будет разногласия. У нас слишком много общих книг написано. Решающий голос. Решающий голос, у кого истина, а у того и решающий голос. Слушай, правда, много. А сколько? Штук пять. Штук пять есть. Но четыре-то точно есть. Так, ну что, теперь поздравляю вас с получением зачета. Голова, Шантон Геннадьевич. С такой фамилией отвечать надо блестяще. Я готовил два вопроса. Голова. Формы классовой борьбы и что такое политика. Так вы хотите какой вопрос предложить, который вы хуже подготовили, который лучше? Нет, я готовил оба. Буду отвечать по форме классовой борьбы. Давайте. Вы на какой стороне стоите в этой классовой борьбе? На стороне пролетариата. Хорошо. Это два связанных вопроса, по моему мнению. Не то, что они по моему мнению, а объективно они связаны. Формы классовой борьбы бывают экономические, политические, идеологические. В экономической борьбе у рабочего класса интересы формируются в виде профсоюзов. Не пойдет. Интересы не формируются в виде профсоюзов. профсоюзы в вниках это люди, это организация. Организуются. Интересы организуются или люди организуются в профсоюзах? Люди организуются в профсоюзах. Тогда мысли вы свою сформулируете. Во время экономической борьбы формируются профсоюзы. Во время или с помощью? Нет. Борьба осуществляется. Значит, вопрос не во времени, а в том, будут бороться люди или не будут? Нет, конечно. Если идет борьба, то одна из форм, в какую организацию рабочий класс формируется, это профсоюзы. Да. Вот. из-за недостатка рабочего времени теоретической деятельностью рабочий класс трудно ему этой теорией заниматься. В основном это интеллигенция занимается. формируется теория, идеология. формируется. Ну, и... Ну, и... экономизм, так скажем. Да. И, соответственно, нужно объединить усилия интеллигенции и рабочего класса. Ну, самый лучший способ это сформировать рабочую партию. По-моему, хорошо, да. Да. Это убедительно и логично, что вот с одной стороны положение лучшего рабочего класса, возможности для получения идей, идейных, так сказать, рогейного роста меньше. А с другой стороны интеллигенции возможностей больше, но мы видим, как мало представителей интеллигенции стоит на позиции рабочего класса. Потому что там эти позиции... От вас же денег никаких нет, товарищ Головаш. Как смысл? Сейчас в нашем свободном демократическом обществе становиться на вашу позицию. Вы подумайте сами. А так мы бы тут сидели не в стульях, а на креслах, да, и выступали, и получали, и говорили, тем более говорить мы умеем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Поэтому то, что вы сказали, очень хорошо и правильно. Глава... Я этому зачтену. Глава шлеменчества? Антон Геннадьевич. Антон Геннадьевич. Он ставит на позициях рабочего класса. И теорию знает уже. Это же хорошо. И не смешивает идеологию и материю. Разделяем. Так. Ну, это Степан Степанович. Пропускаем. Знает. Диана Романовна. Знает. Вас. Меня зовут Оськина Анна Николаевна. Оськина? Оськина. 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 Хорошо. Татьяна Николаевна. Анна Николаевна. Анна Николаевна. Еще лучи. Мой вопрос. Моменты становления. Чтобы определить моменты становления, нужно определить становление. Но чтобы определить становление, нужно начать с самого начала. В диалектической логике начало это бытие. А что вот с самого начала определения, мы за ним определяли или выводили просто и все. Выводить. Потому что определить можно уже тогда, когда уже дошли вы до определения. А когда вы дойдете до определения? Когда будет нечто иное. И когда у вас будет в себе бытие. Вы хотите за нее рассказать? А? Вы хотите за нее рассказать, Нюх Journalist? Нет, я хочу ее... Я хочу ее... Она очень далеко пошла за определение. А иначе начнем спрашивать определение тогда, раз определить. Зачем? У вас же слово, вот один из принципов изучения диалектики логики, там, где не нужно более тяжелый инструмент, его и не берут. Просто одно из другого вытекает, и все. Причем тут определить? А для определить еще надо знать пределы и так далее. Она берет бытие как неопределенное и пытается его определить. Вон у вас, какой у вас защитник. Так я считал ее работу. Вот и грамотно. Так вы удовольствие получили. По работе можно уже поставить зачтено. Да, слушай. Да, значит, вначале мы можем сказать только то, что что-то есть. Значит, это бытие. В нем нет определений, оно не равно никакому иному. Значит, это чистое бытие, в нем нечего наблюдать, в нем нечего созерцать. Вот и нет определений в нем, а вы видите, вы видите как? Это несовершенная пустота. Значит, можно точно так же сказать, что это ничто. Ну, поскольку мы начинаем рассматривать ничто, мы можем сказать, что оно есть. Логично. Значит... Так вы опять возвращались. А, ничто, извините. Да, ничто, извините, да, да. А бытие, что это пойдет. Вы вдруг опять пришли к бытию. Таким образом, вы наблюдали переход к бытиям ничто, ничто в бытие. И... И вы выпадете? И говорит о том, что они не существуют сами по себе отдельно. Ой, существует слово, он не мог говорить. Потому что слово существует из второй книги, науки логики. Ну, они всегда переходят друг к другу. Да. И их можно наблюдать в становлении. Вот есть, понимаете, вы хорошо начали очень, и правильно, скупо говорить, не говорить такими тяжелыми там, какие-то формулировками. Их нет одного без другого, а там не существует. Тут нет, это просто отрицание и все. А существует, надо еще знать. А для существования иметь надо средства существования, условия существования и так далее. Не надо брать тяжелых никаких определений и понятий для того, чтобы говорить о простых вещах. Поэтому, с одной стороны, могут сказать, вот вы тут наукой логики занимаетесь, у вас все сложно. Наоборот. У нас все просто. То есть, у нас как раз идет все от простого к сложному. У нас просто так какие-то сложные формировки не берутся, которые потом не проглотить, не запомнить и не вывести. Они все вытекают, если следить за ходом, так сказать, событий, за логикой, они идут. Так, ну, я чувствую, вы, так сказать, уже сформировали. Не, молодец, молодец. Она выводит. И становление потом у нее получилось как выведенное. Ну, я против вас не могу воевать. Да, конечно. Я попробовал пошатать эту вот позицию как-то. Ее не расшатаешь. Она очень прочная. Поэтому, я думаю, надо ставить за стену, да и все. Да, ставьте, пожалуйста. Докачевывается. Я бы на вашем месте давно уже поставил. Как я, без вашего согласия это не могу. А меня бы рука не поднялась, вычеркнусь. Надо уж решительно, так сказать, действовать. А то у нас третьего нет. Мы уж тут как должны, так сказать, действовать здесь же определенное. Взятие поставить. Вот. Тем более, что следующий товарищ рвется в бой у нас. Следующий товарищ Славьминецк. Так, фамилии и не отчество вашей? Викторов Иван Викторович. Викторов Иван Викторович. Верно, победа у вас должна быть со всех сторон. А тем более Иван. У меня сын Иван тоже. У меня был вопрос. Викторов Иванович. Тот же формы классовой борьбы, что коллеги. Что я, наверное, могу попробовать добавить, что-то. Вы можете более красочно изложить. Хорошо, попробуй. Ну, более красочно вряд ли. Ну, собственно, да, три формы классовой борьбы. Экономическая, политическая, идеологическая. Можно сказать, что, в принципе, борьба рабочего коллектива, наверное, еще и не есть классовая борьба. Для того, чтобы это была классовая борьба, и, наверное, должна участвовать какая-то. Солидная часть класса. Ну, то есть большие группы должны быть. А если она ставит такие задачи, которые затрагивают не только интересы этой малой группы, а интересы всего класса. Можно тогда сказать, что она ведет уже экономическую борьбу? Ну, кто-то должен начать же эту экономическую борьбу. Я не знаю, я не уверен. Когда вы найдете, получите большинство, которое стоит уже на правильных позициях, и начало экономическую борьбу. Экономическую борьбу уже начинают там отдельные коллективы. Отдельные коллективы их ведут десятилетиями, а другие отдельными десятилетиями не ведут. Относить это к классовой борьбе, наверное, тогда нельзя? Почему нельзя? Не знаю. Ну, часть класса борется за его интересы. Если она за другие интересы борется, да. Ну, вот если за ваши интересы я буду бороться, это будет в ваших интересах или в моих? Хорошо, если мы возьмем МСРов, которые кого-нибудь убили, они считали, что они тоже боролись за эти интересы. А мы сейчас не говорим о том, кто что считает, мы говорим о том, кто что делает. Если вы действуете в интересах рабочего класса, вы уже на позицию классовой борьбы встали и действуете. Не просто говорите, молчите и думайте. Хорошо бы. А вы действуете в этих интересах? То есть вы начинаете. Потому что профсоюз надо организовать. Если вы не будете его организовать, а ждать, когда он сам как пузырь, так сказать, разрастется, не будет никакого профсоюза. Начинается с того, что один человек в политике, вообще в борьбе, начинается с того, что человек один занимает позицию, потом находит второго. Это уже что? Группа. А вот когда третьего разделяют остальные, и он должен им... Ищите. Он должен им... Ищите. Да как он может разделять, если вы позицию свою не имеете? Вот вы будете позицию иметь? Тогда я могу сказать, вот товарищ Головаш, вы мою позицию разделяете. Какую? Такую, какая у меня есть. Я вам сейчас объясню. А он подумает. Он, видишь, сразу не берет. Он ушлый человек. Не будет. Мало ли какие позиции. Прям такую позицию сбери и все. То есть, тут не должно быть так, что сначала собирается толпа, а потом начинает бороться. Не, начинает бороться вот один человек. Мы так вот создавали движение с Александром Сергеевичем, участвовали в создании движения Коммунистической инициативы, которая развернулась потом в Объединенный фронт трудящихся, которая выдвигала, между прочим, потом генерала Макашова в президенты, в альтернативу Ельцину. Но начинали мы с того, что вот один человек, это пост. Два человека, группа. Три человека, организация. Вот три человека. Вы пойдете в эту организацию? Четвертый будете. Вы пойдете? Он говорит, а что, чем закусывать будет? Ну, да, хорошо, будет. Пойду. То есть, это надо, что же брать в процессе? Они не статично так. Вот взял, вот вдруг коллектив стал бороться за интересы рабочего. Так и не бывает. В каждом коллективе могут быть люди, которые в противную сторону занимают. И так и есть. Тем более, в профсоюзе руководители очень часто бывают. В большинстве руководителей стоят сейчас в России в профсоюзах представители буржуевных интересов. Так или не так? Ну, как это нужно развить классную борьбу? Так экономическую борьбу они же ведут. То есть, мы с вами собрались вести экономическую борьбу. Вот вы все правильно ведете. А я ваш председатель профсоюза. Я уж много могу сделать. Я освобожденный, а с вас денежки взянул. И я, так сказать, все организовываю и все делаю. А вас особенно и не собираю. А вы ждете, когда вас соберут. И тогда, если вы будете ждать, вот я один на ваши деньги, которые идут с вашей зарплаты в профсоюзную кассу, а из профсоюзной кассы мне на зарплату, и я буду делать. Вот у нас такой был в порту председатель портового комитета Моисеенко. Кончилось дело тем, что вот против него он потребовал миллиона, так сказать, чтобы профсоюзная организация, а профсоюзная организация с ним судилась. И вот меня пригласил товарищ Федотов поучаствовать от имени профсоюзной организации и оформили, чтобы я защищал профсоюзную организацию о их бывшем председателя. Причем это хороший профсоюз. Поэтому классовая борьба, конечно, она, скажем, более сложное понятие, чем просто собираются кучами там профсоюз, и идут. Если она экономическая, но классовая борьба. Значит, надо за какой-то важный пункт бороться, за который оппортунисты, то есть те люди, которые об ближайших только интересов дом, не будут бороться, а вы будете. А в этом пункте какой-то интерес материальный. Вот сейчас за что нужно бороться? Вот сейчас нужно бороться в экономической борьбе рабочего класса России. Сегодня и сейчас. За что? Ну, вы, наверное, скажете за уменьшение рабочего времени. А? За уменьшение рабочего времени, наверное, скажете, но как-то я не готов. Так а что не готов? Много за что надо бороться. поддаться много за что, но выдвигать это основным лозунгом, с которого начать... А мы не говорим о лозунгах, мы говорим о том конкретно, за что бороться. Это не лозунги, а пункты, позиции. Это за, сказать, за какие изменения надо бороться, правильно? Вы кто хотите изменить сейчас? В первую очередь за что собираетесь бороться? Вот вы сейчас скажете, выйдите и скажете за сокращение рабочего времени и скажете, а у нас зарплата маленькая, я буду меньше получать благодаря вашему предложению. Вы готовы к тому, что вы это... Ну, в том, сейчас военное время, скажут, заставят увеличить время и будете работать как ныненько. Это, кстати, уже политическая, наверное, борьба будет или еще нет? А есть другой, другой способ. А есть другой способ, было и докеры использовали другие. В коллективный договор ставится такой вопрос, что вот сверхурочная работа оплачивается не вдвойне, а в тройне или в четверне. И все. И вы не отказываетесь работать. Почему? Я буду работать. Вы же прекрасно понимаете график затрат ваших трудовых. Он в течение рабочего дня с каждым часом повышается. Значит, сверхурочная должна не вдвойне оплачиваться, а в тройне или в четверне, когда уже там два часа и три часа и так далее. Но если вам надо, я буду работать. Тогда платите. Но если вам не надо, я не буду работать, и вы не платите. Я же вас не заставляю платить. Я же не обязан сверхурочной работать. Я имею право работать сверхурочной, но не обязан. Так что вот такой вопрос здесь очень серьезный получается. Как найти здесь, чтобы получилось, что и не все занимаются этой борьбой. Но надо взять такие моменты, в которые могут втянуться и другие люди, и большинство. Потому что это всех затрагивает. То есть вопрос, например, сверхурочной затрагивает всех, а величине рабочего времени затраивает. и затрагивает. Потом хорошо, люди занимаются тем, что повышает производительность труда, лучше работают. А вы заметили, что у нас не выполняется 130-я статья Трудового кодекса о том, что государство гарантирует повышение уровня реального содержания зарплаты. И причем это сделано в Трудовом кодексе, в котором нет ответственности за невыполнение этого. В законе есть, ответственности нет. Так ответственности это вы, вы можете сказать, ну вы не выполняете, а мы не будем работать. Ждем, когда выполните этот пункт. Это называется забастовка. Забастовка запрещена или разрешена? Разрешена. Разрешена. Но вы же не можете забастовку. Для нее есть просто так объявить, а там есть, тогда будут наказывать. А если это все делается, как говорится, по закону, все этапы проходятся, все, и больше вы их мотаете и мотаете заодно, и своих товарищей все прибавляете и прибавляете. Потому что некоторые говорят, о, как долго это тянется процедура. А что, вы так быстро уже завоевали большинство коллектива в этом направлении? Ну и потом это значительные такие вопросы и интересы. А на производстве масса незначительных вроде бы, но их тоже надо отставить. Скажем, отопление везде, вот зимой тепло. Я уверен, что не везде. И это повод поворотиться. Везде ли там, так сказать, есть душевые после работы? Наверное, не везде. Мы работаем длинно, вы создаете условия труда. И так далее. Масса вещей, и все это висит, и на всем этом экономят, и со всем этим товарищи рабочие соглашаются, и здоровье свое гробят. Вот в Великом Почине Ленин говорил, что коммунизм сводится к улучшению условий труда. Коммунизм сводится к этому. То есть, вы можете не призывать никакому коммунизму, а на самом деле, если люди поднимаются за улучшение своих условий труда, а почему к коммунизм сводится? Но если люди коллективно за это борются, совместно работают, совместно ставят этот вопрос и добиваются. Потому что, если в одиночку, ну, я улучшил свои условия труда и жизни, Александр Сергеевич улучшил, хорошо, но... А если один поднял этот вопрос перед начальством, начальство тебя выгнуло и будь здоров. И будь здоров. И сколько таких случаев? Должны стоять один за одного. Не ждать, когда будет там какое-то большинство. Но это должны быть все-таки, это не единицы, правда? А единицы, ну, как и на войне, это кто один до единочку пойдет сражаться, убьют его и весь конец. Что тут? Что там? Что там не понятно? Вопросы техники безопасности, они нынче как-то не звучат. Да. Как будто нету проблем техники безопасности. А сколько людей травмируется, в том числе эсперты? А это же серьезная вещь. Вот докеры погибли, простите, шахтеры погибли. Ну, где-то написано, что, как наказали, по вине которых это произошло. Да, и как возместили семьям значит, вот этот ущерб гигантский, потерю вот эту гигантскую. Семьи остались вроде ни при чем, нигде нет, чего никто не доложил. после этих шахтеров, потому что они знали, в каких условиях они туда или работали. Так вот, мы об этом говорим, что они знали, сами загораживали приборы, которые измеряют там газ. Это вот эти люди, это какие, кто они такие? Штрикбрехеры. Кто? Я? Нет, вот те, которые, нет, не те, а вот те, которые, а про которых вы сказали, которые взяли и подкручивали специально приборы. Вот кто сам подкручивал, тот штрикбрехер, потому что он поставил под угрозу, из-за того, чтобы ему заработать копейку, что он поставил под угрозу жизнь своих товарищей. Он не поставил под угрозу жизни капиталистов, им-то плевать, они не наверху. А своих товарищей он поставил под угрозу и убил в итоге этого. А капиталисты скажут, а мы им прибор поставили, это Иванов взял и открутил. И кто тогда виноват? Иванов и виноват. Может рабочий сделать, так сказать, действие, противоположное интересам рабочего класса? Может, и делает. Может, а может, может, и весь коллектив об этом знать. Так, ладно, что-то мы увлеклись как-то этим вопросом. Это говорит о том, что товарищи, так сказать, интересные вопросы, поднял и его решают. Зачет поставить можно, я считаю. Ну, раз вы считаете, надо... Подняйте с ним вопрос. Нет, это не потому, что я считаю, потому что вы не против. Я не против. А я бы иначе не считал. так, у нас еще есть товарищ, он уже читает непосредственно. Он за это время подготовился. Подготовился, да. Ну, у меня... Здравствуйте, Попович Сергей Михайлович. Вот вопрос я взял... Попович, да? Поповичев. Попович... Ну, это, можно сказать, однофамиль. Почти. Почти. Вопрос определения капитала. Сергей Поповичев. Я написал, я уже не помню, что я написал, поэтому приблизительно воспроизвел на бумажке, пока тут люди говорили. Так. Значит, есть несколько определений капитала. Несколько? У Маркса? Да. У Маркса несколько определений капитала. Вот. Расскажи. Это интересно. Может быть, это будет несколько сторон одного определения. Одно определение капитала за стоимость, приносящее другую стоимость. Вот. Или самовозрастающая стоимость. Так это одно или два? Для вас это одно или два? Два вида. Это, наверное, одно перефразивное. А если одно, тогда выберете из них то, которое более точное является. Мне нравится больше стоимость, приносящая другую стоимость. Первая. Какую другую? Селеную, красивую, пахнущую керосином? Дополнительную. А, дополнительно это самовозрастающая и есть. Поэтому не надо тут мудрить. Скажите, жалко, что вы не видите, что вот того определения как самовозрастающей стоимости полностью поглощает предыдущие. А предыдущие ничего не выражают. Что значит другую стоимость? Дополнительную стоимость, ну, предправочную стоимость. Вот стоимость различна к цвету, к вкусу, к потребительной стоимости. Поэтому, что значит другая стоимость? Она только величиной характеризуется, а не другой. а другой у вас получается, что она другого цвета, другого вкуса. Это вообще неверное. Это не определение. Откуда вы взяли, что это определение? Кто сказал? Вы сказали. что это самое возрастающее? Что самое возрастающее это известно. А вот это а вот откуда вы взяли? Это вы что подкапываетесь под Маркса что ли? На занятии записал. Не надо, у нас таких обновлений не было. У нас это не против. Вот. Второе определение, ну, значит, такое, что капитал это общественное отношение, приводящее к тому, что... А с чего вы взяли, что это определение? Это осуждение о капитале. Я скажу, что вы человек. Терристика. Это ваше определение, да? А вот я что, не люди, что вы? Остальные мы, нет? Или так? Вы это твердое тело. Вы же не жидкость, правильно? Это ваше определение, что ли, что вы твердое тело? То есть предмет, который если выбросишь с пятого этажа, он будет падать. Что вы, так сказать, имеете вес. Это что, определение по-вашему? А что такое определение? Похоже, что я поймал вас на том, что вы не знаете, что такое определение. Если скажете, что такое определение, мы тогда и разрешим эту проблему. А то вы нашли там целое поле этих, как ягод, этих определений капитала. Да, кстати, это вот много всякой болтовни по поводу определений, как раз. Вот разные определения, вот у меня такое определение, у меня свое определение. Что такое определение? Науку и логику читали? До науки и логики не дошел. Дошел, прочитал методическое. Не имеете права. У нас там преподается это определение. Спросили вы, что такое определение? Я готовлюсь. Вот, вы спросите, она вам скажет. Вот вам скажет. Скажите, товарищи. Я тоже не знаю. Это уже интересно. Это метод. А, это метод, извиняюсь. Мы занимаемся наукой, что такое определение, не знаем. Определение в себе в идее. Вот, тихо, 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 Качество в простом нечто и сущностном находится в единстве с другим моментом этого нечета. Принято называть определением. Немножко шероховатость есть, но в целом правильно. Качество, которое, что? Есть в себе, просто не нечто. Качество, которое есть в себе. Что значит в себе? Сохраняется в изменениях. А вы как раз показываете, вот разные определения. Да не разные определения, а определение сохраняется в этих разных видах. Вот это качество, которое в разных видах сохраняется. Если вы человек, то вы везде человек. При изменении сохраняется. Ну и когда отсюда выйдете, и когда домой придете, правильно? Если человек по определению, а не так, что он идет, отсюда вышел, он уже зеленый. Все равно будете успеть его. Вот. Я очень рад. Да. Хорошо. – Молодец. – Возьми пирожок. – Это о чем говорит? В том, что сложился определенный коллектив. Вот не весь коллектив, а один человек встал на правильную позицию в этом вопросе. А вы хотели сразу организовать всех так. Так сразу не получается. Надо разобраться. А для чего мы тут занимаемся в Красной Америке? Чтобы разобраться, чтобы можно было кого-то куда-то везти и кого-то звать, к тебе примкнуть, надо самому-то вести правильную линию, правильно, безошибочно. И знать определение, и даже знать определение-определение. Вот товарищ знает определение-определение. Это очень хорошо. Да, и московский товарищ Моисеев тоже знает, что такое определение-определение. По вашей фамилии Успеньев, да? Да. Вот он успел. А вы еще не успели. А кто не успел, тот не успевающий. Тот опоздал. Тот не добьется успеха. Хорошо. Определение капитала – это общественное отношение, приводящее к тому, что наемные работники продают свою рабочую силу хозяину капитала. Так они это продают, а у них не покупают. А у вас получается, что они продают. Получается, что это общественное отношение, которое приводит к тому, что одни люди работают на других людей. Получается, не определение, а длинный рассказ. А определение – это короткое. Это что такое? Это качество. Качество. Вот же человек сказал, качество, которое есть в себе. В себе – это значит сохраняющиеся. Вы сейчас в себе или не в себе? В себе вроде бы еще. Вот если в себе, значит, вы сохраняетесь. А если вас понесет куда-нибудь, так сказать, вы начнете кричать и говорить, что вы все такие, тут изуверы, значит, не слушаете никого и не читаете. Ну, он пытается выйти из себя. Он же ведь до поступления в университет, он где-то в себе там такие мещанские интересы соблюдал, ничего не знал, не хотел ничем заниматься. А сейчас он вышел из себя и обратился к науке. Не надо. Надо не выходить из себя, а в себе найти то, что позволяет обращаться к науке. А остальное удалить. То, что не в себе. Так что все время выходим из себя. За себя, за свои пределы. Да. Ну, хорошо. Очень хорошо. Так, значит, все у нас товарищи устные. Ну, в общем, он слышал, но еще не усвоил твердо. Будем надеяться, что за второй семестр усвоит. Сейчас некоторые товарищи усвоят. Я вас услышал. Как мы могли сказать, как экзаменаторы. Я вас услышал. А что, ты услышал? А надо услышать определение. Они просто услышат какой-то звук. Так, значит, мы опрашивать отчеников, тех, кто здесь присутствует, закончили. И теперь, значит... Ну, так что, ставим зачет, товарищи. Ставим зачет, конечно. Правильно. Ну, потому что он много определений знает среди них, есть правильное. Значит, он и правильное знает. Логично? Я его назвал. Он назвал. Он назвал, в самом начале, а потом убежал от него, испугался. Колеблется. Он колеблющийся. Колеблющийся элемент. Ну, это нормально для молодежи. Ну, человек должен определиться и затвердеть. А мы с вами помогаем колеблющимся сами и уже не колеблющимся. Ну, кажется, что мы помогаем, а вдруг мешаем. Пока еще никто не заявился. Пока еще. Вот это слово, самое возрастающее, оно похоже на скатерть самобранкует. Похоже. Похоже. От качества большего нельзя. Ведь определение – это качество. А качество должно быть простое. Качество – это определенность. А вы хотите, чтобы там целый рассказ был. Определение никогда не бывает рассказами. Это уже будет статья об этом. Ну, и предмет-то он серьезный, капитал-то, да? Он формирует общество, в котором вот мы сейчас снова живем. Поэтому он в каком-то смысле и сама. Вот она сама, а дальше ищите, как она получилась-то сама. Мы вот тут боремся, а он развивается-развивается, поглощает и поглощает. Перерабатывает и перерабатывает. Вы не захотите перерабатывать, наплевать на вас, другие переработают, но он будет возрастать, капитан. Капитан будет возрастать сам. Сам. Как бы. Как бы. По виду. По виду. А это определенность. Так. Давайте теперь тех, кто у нас прислал там. Своих будете называть, а потом я оставлюсь. Так. Ахмедзянов Адель Фаридович из Казани. Четвертый вопрос. Галактический метод применения к исследованию истории. Ну, вот он чувствуется, разобрался. Так, это, значит, охарактеризовал исторический материализм. Разобрал пять формаций. Единственное, что у него нехорошее, может быть, он оговорился. Там у него есть раз и производительных сил, но есть один раз, говорится, производственных сил. Будем надеяться, что это он опечатался. Поэтому зачет ему можно смело поставить. Журавский Леонид Иванович, Волгоградская область. Хутор Песковатка. Он несколько вопросов, значит, рассмотрел. В том числе, капитал. Вот у него капитал – самовзрастающая стоимость. То есть, он разобрался с этим делом и прямо берет быка за рога и рассматривает его. Поэтому тоже ему поставить зачет можно. Ковалев Александр Михайлович Чебаркуль, город Чебаркуль. Номер шесть вопрос. Понятие рабочей силы, стоимость рабочей силы, заработные планы. Этот вопрос вообще любят товарищи. И, в общем-то, его, значит, знают. Но вот Ковалев, он излишне лаконичен. Определение – и все. Значит, мы уже говорили в прошлом году на эту тему. Но чего-то все не получается. Что мало дать одно определение. Нужно еще какой-то комментарий или какое-то развертывание, пояснение, что значит это определение, что за содержание в нем. Да. А тем более, хорошо бы привести примеры этого в жизни. Но, тем менее, зачет поставить можно. Следующий. Иванов Вячеслав Владимирович, Ленинград. Номер двадцать шесть. Что значит экономизм? Ну, тоже излишний. Лаконизм. Определение даем. Ну, небольшая есть, значит, такая заметочка типа комментария. За счет поставить можно. Капрынин Роман Рафаддинович, город Томск. Формы классовой борьбы. Он разобрался. Все называет. Указывает взаимосвязи. Можно поставить зачет. Поспелого. Алена Викторовна. ДНР. Харциск. Тоже номер шесть. Понятие рабочей силы. Стоимость зарплата. И тоже она, значит, дает определение, дает хорошую, как раз за развертку, почти на страницу. И получается такая хорошая, лаконичная и в то же время развернутая работа. Вот я ее отметил в числе лучших. Поспелого Анна Викторовна из Харциска. Седьмое. Минеев Александр Родионович из славного города Сыхв Тывкара. Тоже у нее рабочая сила зарплата. Излишне лаконично. Но зачет поставить можно. Так. Восьмой. Хавронин Андрей Владимирович Боксары. Он тоже рассмотрел, видимо, так это вошел во вкус, рассмотрел четыре вопроса. Из них более подробно формальная логика и диалектика. Причем чувствуется, что он разобрался и в формальной логике, и в диалекте, и в их взаимоотношении. И на целую страницу написал это взаимоотношение. Поэтому я его тоже выделяю ответ в лучшую сторону. Молодец, Андрей Владимирович. Девятый. Самохвалова Екатерина Александровна. Ставрополь. Значение диалогической борьбы. Дает определение, пояснение. Довольно развернутое. Чувствуется, что она этим вопросом владеет. Можно поставить зачет. Так, Теплов Вадим Викторович. Ленинградская область. Наш товарищ. Пятый вопрос. Понятие капиталистического производства. Тоже подробно разобрал. Подробная такая характеристика капиталистического производства. Можно смело поставить ему зачет. Вот если бы были отметки, я бы ему тоже поставил пятерку и уделяю его в лучшую сторону. Так же, как и следующий, вот у меня идет товарищ Оськина, о которой мы сегодня уже говорили и отметили ее, значит, обучение как довольно эффективное. Двенадцатая Трифонов, Глеб Михайлович, Красноуфинск, Свердловской области, становление. Да, тоже несколько человек говорят о становлении, и те, кто становлением-то занимался, видимо, углубились в эту тему. И поскольку это все-таки самая простая первая конкретная категория, значит, они разобрались в этом деле и с удовольствием об этом пишут. Вот и товарищ Трифонов тоже. И вот я хочу подчеркнуть и другим в помощь сказать, что эта категория, она касается почти всех предметов, которые попадают в поле нашего внимания и рассмотрения. Поэтому понимание этой категории, оно как бы дает ключ ко всему дальнейшему движению категории и всем нашим размышлениям. Поэтому вот становление ее надо до тонкостей поизучать, уяснить себе, сделать прозрачной. Так, следующий, Решетов Андрей Александрович, город Белгород, понятие рабочая сила ТТТ, излишний лаконизм. Понятие, конечно, нетрудно привести из наших лекций, там где заглянул, записал и все. А вот пояснения, примеры, значит, поэтому зачет-то, конечно, ему надо поставить, что он все-таки знает это дело, ответил, но излишний лаконизм. Николаев Николай Михайлович, Нижний Новгород, соотношение экономической и политической борьбы. Значит, вот хороший, полноценный такой ответ на целую страницу, такая хорошая развертка развития этого вопроса, поэтому я тоже его выделяю в лучшую сторону. Если бы ставили отметки, поставил бы ему пять. Пятнадцатый, Моисеев Федор Константинович, значит, город Москва. Что-то москвичей нынче мало, двое мне попали только. Моисеев, вопрос у него об определении, определение, определение. И вот он выписал там, как у Гегеля-то есть, да, или что преподавало здесь, и все, и на этом закончилось. Ну, лишь не лаконично, скажем, вот так, если бы это был экзамен, ну, троечку можно, конечно, поставить. Ну, то есть рассмотреть еще как инструмент, то, что он знает, он знает, начинает как пользоваться этим, показать. Да, определение. Вот мы на эту тему определение-то бьемся, значит, изначально, что это трудная вообще категория, трудное понятие. У Аристотеля, например, что такое определение? Определение – это краткая речь о сути бытия, краткая речь. Речь – это может быть и одно предложение, и два предложения, и три предложения, и так далее. Но все-таки в ходе истории философии как-то сконцентрировалось, что определения в основном, они есть в одном предложении, или выражается как одно предложение, хотя не обязательно. Или вот это главное предложение, как, скажем, капитал есть в самовозрастающей стоимости, его можно развернуть в несколько положений, в несколько предложений. Не другое определение? То же самое, развертывание – то же самое. Вот, скажем, Владимир Владимирович Ленин, империалит как высшая стадия, есть и краткое определение сути дела, сути бытия в одном предложении, то есть краткое определение. И в то же время мы знаем пять признаков империализма. И получается, что когда человек даже не очень подготовленно читает, он и в той, и в другой форме это получает. А когда мы грамотно или вы вот теперь становитесь грамотными в этом отношении любви, вы это прекрасно видите и понимаете, вот оно определение, а не характеристика, или какая-то краткая речь о сути бытия, а это именно определение. А есть его развертка, есть его, так сказать, развитие. Так, ну три, значит, за счет поставить можно. Шестнадцатое. Серачков Иван Александрович, город Томск, момент становления. Да, и лаконично, и прихождение он пишет «прихождение». Значит, ни о каком прихождении, конечно, речи нет. Ну, пришли люди, послушайте, что тут преподает. Пришел, но не понял, что он тут делает. Конечно, прихождение, да. И, в общем, большинство, до большинства это дошло в лекциях, прихождение. Да, дошло. Ну, вот встречается. Переход в иное, перехождение. Значит, получается, у некоторых не получается, не доходит. Ну, вот говорим, поэтому, может быть, усвоят. И, наконец, Харина Ольга Вадимовна, славный город Москва, понятие капиталистического производства, сущность взята, раскрыта, можно поставить пять, а тем более зачет. Все. Александр Сергеевич, теперь я перехожу к тем товарищам, которые снова и рассматривались. А вот, прошу записывать. Да, да. Сюда. Значит, следующий. У вас какой последний номер? А тут 13 штук на странице. А, понятно. Ну, следующий пятый. Хорошо. Калугин Михаил Александрович, Калининградская область, город Калининград. Форумы классовой борьбы. Вот он, мне кажется, то, что вот советовал Александр Сергеевич, он сделал. То есть, я бы не просто дал определение классовой борьбы, а он показал, как оно используется. В том числе, он говорит, что если считать, что политическая борьба выше идеологической, то победа над капитализмом невозможна. То есть, если люди ведут политическую борьбу, не соображая, за что они ведут, то ничего из этого не выйдет. Нельзя брать отдельно. То есть, он не просто их отдельно разобрал, а вот он показал взаимодействие и сослался на Сталина. «Без теории нам смерть», – писал Сталин. «Идеологическая и политическая борьба – это научная теория и практика одного и того же содержания. Политика и теория, воплощенные на практике». Вот такие вещи, он говорит. Это очень хорошо. Зачет. Так, следующий товарищ. Нишкова. Наталья Федоровна. Нишкова? Нет. Нишкова. Нишкова. Энна Николаевна. Ну, вот она как раз в том духе, в каком критикует, это такой ответ Александр Сергеевич. Совершенно исповедливо. Капитал – это самая срастающая стоимость. Вот к ней не придерешься. Но она бы хоть бы чуть-чуть раскрыла это, использование этой категории. Потому что, если я вам говорю, что это авторучка, что это вот такой вот цилиндр, в котором есть, так сказать, то и можно делать знаки. И сказать пару слов о том, что его можно использовать для того и для того. Нишкова, Наталья Федоровна. Но зачет поставить, конечно, можно. Капиталистическое производство всеобщее. Товарное хозяйство. С разъяснением, так как рабочая сила тоже товар. То есть она все-таки тут это сделала. Основной экономический закон капиталистического производства – закон стоимости. То есть определение стоимости товара вообще с необходимыми затратами на него абстрактного труда. Далее товар обменивается по миновой стоимости. То есть она как раз вот кратко, но это делает. Нишкова, Наталья Федоровна. Зачет. Лисов Александр Валидович, город Челябинск. Он пишет, ответил на два вопроса для подстраховки. Дескать, я вас знаю. Зарубите по одному вопросу, а у меня второй. Молодец. Так как есть сомнения, что смог кратко выразить основную суть по первому вопросу. Он, конечно, на себя это обратил. Как бы не на нас. Дескать, вы не злодеи, и я тут виноват. Формальная логика – диалексика. Вот он говорит. Недопустимы противоречия формальной логике, творчества, просто равенства, исключенного третьего, достаточного основания. А диалектика – наука всеобщих законов движения и развития природы, человеческого общества и мышления. Диалектика также выступает научным методом осознания формы, внутреннего самодвижения и содержания изучаемого предмета. Познание вечно движущихся и изменяющихся явления природы и общества путем вскрытия внутренних противоречий и борьбы противоположностей, приводящих переход из одного качества в другое. Я считаю, Александру Сергеевичу это понравится. Зачет. Ну, он еще написал и про производственные отношения, и способ производства на всякий случай. Тоже правильно написать. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. А способ производства это единство производительных сил и производственных отношений. Единство этих двух составляющих и характеризует форму производственных отношений и его тип. Очень грамотное сообщение такое выступление. Лисов Александр Валерьевич. Зачет. Филатова и Юлия Геннадьевна. Город Катигорск. Савропольский край. Понятие капитала. Капитал есть товарное производство, с целью которого является получение прибыли. Вот это замечательное, так сказать, высказывание, потому что оно упор делает на том, что это товарное производство. А некоторые думают, что может быть товарное производство, которое в капитал не перерасает. Перерасает. Но если целью становится получение прибыли, то это товарное производство обязательно придет. Так. Зачет. Жаринов Алексей Дмитриевич. Нижегородская область, город, городец. Вот у него тут вопрос определения и определения. Ну, он четко говорит, качество, которое есть в себе, да, в простом нечто, находящееся существенно в единстве с другим моментом, последнего с в нем бытием. Может быть названо его определением, поскольку различает это слово в точное его значение от определенности вообще. Определение есть утвердительная определенность, как в себе бытие, которому нечто в своем наличном бытие, борясь со своей переплетенностью с тем другим, которым оно могло быть определено, остается соответственным, удерживаясь в своем равенстве с собой. Мы это у Гегеля прочитаем. Он и Гегель описывает хорошо. То есть он, дальше он говорит, что определением человека служит мыслящий разум. Мышление вообще есть его простая определенность. То есть человек показывает, как он этим может пользоваться. Затет. Следующий товарищ Ковалев Александр Михайлович, город Чебаркуль. Понятие рабочей силы, стоимость рабочей силы, зарплата. Все определения правильны. Зарплата, цена рабочей силы. В случае со стоимостью товара рабочей силы это стоимость тех средств, которые необходимы для нормального существования и воспроизводства рабочей силы и так далее. Так. Зачет. Зачет. Ленский, Дмитрий Сергеевич, город Обнинск, Калужской области. Моменты становления. Бытие мыслится только как бытие, переходящее в ничто. А ничто мыслится только как переходящее в бытие. Но это хорошо, потому что вам не удержать. Если ты начнешь мыслить только бытие, так и получается, что больше ничего не прибавляешь, ничего о нем не говоришь и приходишь к мышлению о ничто. Так что он хорошо сказал. Они находятся… Эти движения называются прикаждения и возникновения, соответственно, они находятся в беспокойном единстве и являются моментами того самого беспокойного единства. Зачет. Верим Чук, Игорь Борисович, город Днепропетровск. Политика – это классовая борьба за воевание, выдержание и осуществление государственной власти. Борьба может закончиться только в полной победе. И эта победа передала класса рабочих. Вот он говорит о том, каковы перспективы борьбы рабочего класса. Откуда это он? Из Украины. Не подпитался, да. Антонюк, Евгений Борисович, Николаев. Тоже. Что означает термин «экономизм»? «Состояние борьбы рабочей организации или партии, при котором экономические требования составляют единственное ее содержание без рассмотрения и учета других интересов праведаря». Очень, очень грамотно сформулировал. Четко и ясно. Зачет? Зачет. Гнитнев. Евгений Викторович. Карелия. Город Беломорск. Формальная логика и диалектика. Все в мире противоречиво, значит, и описать все можно только при помощи противоречивых утверждений. Например, движение можно описать так. Объект находится в данной точке, объект не находится в данной точке и так далее. Два противоречивых утверждения. Никаким другим способом описать движение нельзя. Диалектический метод, который включает все анализы синдез, диалектика, диалистический и материалистический метод, примененный к исследованию истории. То есть, все очень грамотно и хорошо. Город Беломорск. Кришталь. Алексей Павлович. Город Владивосток. Моменты становления. Становление есть не раздельность бытия и ничто. Такое единство, в котором есть как бытие, так и ничто. Но так как каждый из них и бытие и ничто, они раздельны от своего другого, то их нет. Они следовательно суть в этом единстве, но как исчезающие, лишь как снятые. Они превращаются в моменты, еще развлеченные, но вместе с тем снятые. Понятно, что взято из книжки наукологики, но найдено именно то, что нужно было для ответа на этот вопрос. Очень четко и ясно. Там много на эту тему говорится. Это говорит, что человек понимает, о чем он говорит. И у него вопрос о становлении занял четыре абзаца. С раскрытием того. Вот, например, оба суть одно и то же. Остановление. Защищено? Да, защищено. Зюва. Денис Николаевич. Город Куйбышев. Новосибирская область. Вот он рассматривает вопрос о насущных и коренных интересах рабочего класса. 27 вопрос. Говорит, что в насущные входит не только повышение зарплаты, но и повышение уровня условий труда, уменьшение рабочего времени, сохранение размера зарплаты. Я думаю, что вот повышение уровня условий труда – неудачное высказывание. Потому что условия труда – это не уровни, какие они, у них своя особая определенность. И условия труда у каждого рабочего свои. А вот одно – хорошо, другое – плохо и так далее. То есть надо их брать в целом. С противоречиями, которые есть в этих самых условиях. Коренные интересы рабочего класса лежат в области политики. Это установление диктатуры пролетариата в государстве, чтобы уничтожить классовое сообщество. Очень хорошо. Зачетно. Беляева. Ольга Константиновна. Калининградская область. Город Светлый. У нее соотношение экономической и политической борьбы. Пролетариат ведет непосредственно борьбу с классом капиталистов. И борьба эта проходит в двух формах – экономической и политической. И цитирует Ленина о том, что марксизм связал в одно неразрывное целое экономическую и политическую борьбу рабочего класса и стремление авторов креда отделить от всей этих формы борьбы принадлежат самым неудачным и печальным отступлением их от марксизма. Но она говорит, что политическую борьбу пролетариата должна идти организованно. И сейчас задача состоит в том, чтобы создать политическую организацию пролетариата, которая сможет вести эту борьбу. Поэтому, разумеется, что необходимо поддерживать создание и развитие партии рабочего класса, которая у нас уже есть. Да, зачет. Картелева Оксана Петровна. Я хочу сказать, что я впервые присутся на таком зачете, когда мне не удалось найти всяких незачетчиков. То есть есть недостатки, какие-то недоработки. Но мне кажется, что это разговор уже с серьезными людьми, которые сидели, разбирались, и они уже это в жизни используют. Они понимают эти понятия и спокойно о них говорят. Благовещенск. Благовещенск. Это очень далеко. Понятие галлистического производства. Это всеобщее товарное производство на таком этапе развития, при котором рабочая сила становится товаром. Но тут целая статья. Вы все хотите зачитать? Нет. Я хочу сказать, что он так написал, что это можно разворачивать в целую статью. Развернул. Да. Развернул, да. Да. Очень хорошо. Такие вещи, говорит она. В погоне за увеличением прибавочной стоимости капиталист расширяет свое производство и эксплуатирует большее число рабочих. Очень интересно читать. Можно просветить все. Вот мы читаем, и поэтому лучше и лекции читаем. После этого почитаем. Все думают, что мы сами готовимся. А надо готовить слушать. Масальский, Иван Александрович. Город Стерлитамак. Выражение экономических интересов и требований в требованиях профсоюзной организации. Экономические требования должны быть реально достижимы в современных реалиях. Как-то мне не нравится это высказывание. Что значит реально достижимы в современных реальных? Во-первых, вопрос реальности и нереальности – это вопрос подвижный. Сегодня реально, нереально, завтра реально. Так можно говорить о современных реальных. Ну, так это Кристос и Деньги. Это один момент. Должны быть реально достижимы. Кому они должны быть, эти требования, реально достижимы? Да вы поборитесь, если вы достигнете их, вот она и будет реально достижима. Это доказывается и выясняется борьбой, а не рассуждениями о том, что должны быть, ваши требования, товарищ Галалович, должны быть реальными, достижениями. Чего требуете-то? Шести часов обработки во днях. Да, окститесь, и все. Так можно так выплеснуть эти требования, так не ставится. На самом деле граница, предел – это что? Вот предел тут ставится. Предел – это что такое? То, что граница, которая переходит. Поэтому вот такого рода рассуждения о том, что если реально достижимы. Все мировые рекорды были реально недостижимыми, иначе они не были бы мировыми рекордами. Правильно? И стали реально достижимыми. Ну, зачет можно поставить. Ну, и поспорить можно. Дорошенко Вадим Дмитриевич. Город Ярославль. Понятие капиталистического производства. Правильно все. Общая тенденция производительности труда и влияние на цены и подложительность рабочего дня. Понятие капитала. Моменты становления и определения – определение. Определение – это качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущностно находится. В единстве с другим моментом этого нечто с меня бы сием. Затет. Абрамов. Алексей Владимирович. Ленинградская область. Город Мудрино. Политика. Классовая борьба за завоевание и удержание, осуществление государственной власти в интересах господствующего класса. Считаю необходимым привести определение классов, чтобы лучше понять, между кем идет борьба. Вот он идет навстречу тому, что говорил Александр Сергеевич. Александр Сергеевич. Вы услышаны даже до того, как вы высказались. Это вообще супер. Вообще. Для осуществления своей воли диктатура, господствующий класс выражает свою волю в виде законов, но так как он ни в чем не ограничен, то законы меняются тогда, когда это выгодно правящему классу. Совершенно правильно понимать. Обеспечивает проведение, организовывает выборы, назначает чиновникам, проводит человеческую борьбу так, чтобы она была представлена во всех основных СМИ. Вот. И обеспечивает проведение своих экономических интересов. А с другой стороны, магнитенный класс, задача которого – вдвоевать власть, отобрав ее из рук господствующего класса, самому установить диктатуру власти и начать ее осуществлять на благо своего класса. Интересно, он сам занимается политикой? Его хоть сейчас ставь на какую-нибудь политическую работу? Он уже встал в Красном университете, не в Бену уже. Не, уже, пожалуйста. Ну, красный – это же тоже имеет какой-то политический оттенок, правда? Ну, не в том смысле, что это красные только гвоздички, хотя красные гвоздички тоже имеют политический оттенок. Да. И красный флаг. Зачет. Ну, вот, товарищи, я предоставлю сейчас слово Александру Сергеевичу, он тоже тоже в итоге нашего зачета. Ну, что, дорогие товарищи, зачет прошел успешно, и, товарищи, зачет получили. Чувствуется, что семестр прошел не зря, что в значительной мере содержание освоено. По крайней мере, вот ту основную нашу установку на понятия, на познание в понятиях. Все товарищи поняли и как бы для себя приняли на вооружение. И это уже хорошо. Это позволит и в дальнейшем при освоении любых тем, проблем, статей, книг сразу смотреть, где какие определения понятий. И по этим уже определениям вы будете видеть сразу, читать это или не читать. Это что-то интересное или не интересное, важно или не важно, наше или не наше. То есть, по одному определению всю книгу, скажем, как и я делаю. Да и многие, наверное, в оглавление посмотрели. Ага, здесь идет речь, допустим, о капитале на 275-й странице. Открываем 275-й странице – капитал. Капитал – это какие-то отношения, которые нынче сложились между рабочими, благоприятные. Одни помогают другим, значит, зарабатывать на жизнь. И видно, что это галиматья. Поэтому книгу можно закрывать и не тратить на нее. Или наоборот. Видите, четкие определения у человека, даже если, может быть, вы с ними не согласны. Но они четкие, аргументируются. Ну, может быть, стоит почитать. Может, там что-то другие интересные есть, какие-то материалы. Так что, я думаю, цель наших занятий на первое полуводие, на первое семейство, она выполнена. Поэтому остается пожелать товарищам продолжить обучение дальше. Теперь же еще на более такой сознательной основе, на более теоретической основе. И я думаю, что вот это изучение и наших материалов, и других, которые будут попадаться сейчас… Война, она в некоторых отношениях вносит позитивность в жизнь. Она оздоровляет обстановку. Вот напряглось общественное сознание, напрягаются силы личности, вступают в дискуссии сейчас, идут очень острые дискуссии. И вам вот это вот, значит, образование, оно поможет разобраться в этих дискуссиях. И в дискуссиях вы увидите противоположные силы, их аргументацию, их, значит, социальные силы, которые они защищают или которые их выставляют. Поэтому я думаю, что вот наше время правильно охарактеризовал выдающийся наш философ, писатель, публицист Владимир Сергеевич Бушин. Его книга называется «Книга воспоминаний. Я посетил сей мир». А взята эта строчка из тючева. «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Вот сейчас эти минуты роковые есть у нас. «Его призвали все благие, то есть боги, как собеседника на пир». Вот нас призвали на пир, как собеседников, то вот мы должны быть достойны этой беседы. А чтобы быть достойной беседы, нужно, во-первых, информации много иметь, во-вторых, иметь ум, чтобы этой информацией овладеть, чтобы эту информацию постичь. Я думаю, что у вас начало для такого постижения положено, поэтому я желаю вам только успешно продолжить это движение и в следующем семестре. И в заключение хочу всем сообщить, что на этом зачет заканчивается только для тех, кто получил, зачтено. Да. И мы это подспешим с Александром Сергеевичем и передадим проректору Валерию Александру Мордовину. Но это не значит, что товарищи, которые по каким-то причинам, в том числе потому, может быть, что они работают сверхурочно, или заболели, многие сейчас болеют, в том числе опять ковидом. Вот. А если они что-то не успели, значит, они по этой же системе, в которой они работают, направляют свою работу. А мы с Александром Сергеевичем полученные материалы будем, нам будет пересылать Валерию Александровича, а мы будем ставить зачеты тем, кто это заслуживает. Поэтому навстречу теми товарищам, которые продолжают заниматься, и которые что-то не успели еще сделать и написать, мы тут идем и считаем, что это нормально. Мы понимаем, что условия нашей жизни у трудящихся, а трудящихся, которые, между прочим, имеют мало свободного времени и им это непросто, они находятся в таких условиях, что иногда просто не успеть, и дети есть, и болезни, и события всякие такие сложные. Поэтому зачет не закрыт. Вот. Поэтому я призываю всех товарищей, которые еще не прислали из тех, кто является слушателем Красного университета, довести эту свою работу до логического конца, вот, прислать сюда свою работу, мы оценим, и вы будете, так сказать, с легкой душой заниматься во втором семестре Красного университета и готовиться в перспективе к экзамену, который будет уже у нас в мае, видимо, да? Вот такие дела. Спасибо всем, товарищи, за участие. Может, вопросы у нас какие-то? Если есть вопросы, протесты. Шутливые можно? Шутливые протесты? Чуть-чуть погегли и шутливый вопрос. Скорость света – это предел. Предел – это граница, которая переходит. Чтобы она стала пределом, надо ее перейти. Вы берите определение предела. Ответили на вопрос? Значит, не предел она. А вы ставите какой-то конкретный предел. Нет конкретного предела. Ни в чем. Так. В связи с тем, что вопросы у нас уже далеко в космос, мы на этом заканчиваем. Успехов снова, ладно. Всех с Ильёв, с Новым годом. В том числе и с новым семестром обучения в городе святениях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok